Ни жизнь деревни, ни врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата не помешали Никите Осипову заниматься любимым делом, сочинять и исполнять музыку. Композиции в клубном стиле с вокальным сопровождением 20-летний парень начал писать три года назад. Никита работал над музыкой, параллельно занимаясь организацией дискотек и праздников в местном Доме культуры. Со временем появились поклонники его творчества даже за пределами Ульяновской области. Уверенными шагами Никита шел к своей мечте. Как результат, на его страничке в ютубе уже 20 качественных треков и 6000 подписчиков. Останавливаться на достигнутом парень не собирается. Поэтому и попал в проект «Сторителлинг. Мотивирующие истории», где 12 героев рассказывают о своем пути к успеху и вдохновляют других. Никита – один из участников мотиваторов. Он и рассказал, с чего началась его жизнь в искусстве. Спонтанно как-то все получилось. Сидел-сидел, что-то строчка в голову пришла случайно. Вот и так пошло. Решил текст написать, потом трек. Внутри на это выложил. Свою музыкальную карьеру Никита планирует продолжить уже в Санкт-Петербурге. Семья, конечно, переживает, но поддерживает его стремление. Студенты училища культуры не обойтись без помощи. Мама и брат активно участвуют в продвижении музыкального проекта. Нужна была аппаратура. Он говорит, микшер нужен. Я ему микшер куплю. Нужен музыкальный карта – я карту. Микрофон – микрофон. Вот так. Ну, что я могу еще сказать? Что я горжусь, конечно, своим сыном. То, что именно он с таким недугом, и он не упал духом, и самооценка у него такая нормальная. Стори-теллинг, как повествование о достижении цели не благодаря, а вопреки. Проект входит в программу недели социальных инициатив, которая в эти дни проходит в регионе. Активные граждане воплощают в жизнь общественно полезные идеи. Правительство, заметив инициативу, идет навстречу и помогает. В этом году наибольшую активность проявили жители муниципалитетов. В частности, в базарном Сызгане развивают семейную медицину. В остальных районах активисты взялись за спорт, экологию и благоустройство. Их прям в этот раз получился целый такой веер и по родникам, и по дрондропаркам, и по высадке деревьев, и просто по уборке территории вокруг себя. Очень интересно, что подключились именно семьями. Чтобы посмотреть, как люди работают на благоустройством территории, далеко ехать не надо. В поселке Колхозный, в 17 километрах от города, жители привели в порядок целый стадион. Собрали ворох сухой травы и семь огромных пакетов мусора. Местная жительница Ирина Сажина утверждает, что в уборке стадиона участвовали люди со всего поселка. Здесь у нас представители есть и администрации поселения, здесь есть представители школы, учителя, которые не только работают в школе, но и живут здесь. Здесь есть представители от детского сада, то есть активные люди. Вот здесь вот я сейчас видела пенсионерка Ирина Владимировна Удалова, которая вместе с внуком пришла поддержать нас. Неделя социальных инициатив проводится раз в полгода. Саму идею этих мероприятий предложил губернатор Сергей Морозов. Судя по массовому отклику граждан, социальная программа начала приживаться. Представить свои проекты и осветить свою общественную работу можно до 27 мая. Виктория Черкова, Константин Никитин, Новости Ульяновской правды.